Княжевич советник по культуре посольства Российской Федерации в Республике Болгарии. Расскажи, пожалуйста, про памятник. Как он здесь появился и какие люди здесь похоронены? Здесь, на кладбище в Княжево, с 1944 года, похоронены бойцы 3-го Украинского фронта, скончавшиеся от ран на территории Болгарии, а также погибшие в результате одного несчастного случая, который произошел также в 1944 году. В общей сложности на кладбище было похоронено 14 человек, они были захоронены в отдельных могилах в другой части кладбища. К сожалению, по прошествии лет за этими могилами стало затруднительно ухаживать, потому что между ними появились другие захоронения, более поздние, и создать, увековечить нормально память наших солдат было проблематично. Поэтому было принято решение в посольстве построить отдельный мемориал и перезахоронить останки наших воинов в братскую могилу возле этого мемориала. А вот эти воины, Вы сказали, шли с 3-м Украинским фронтом сюда, в Болгарию? Да, безусловно. 3-й Украинский фронт во главе с маршалом Толбухиным освобождал Болгарию от фашизма. В 44-м году? Да. Все точно. А сейчас этот памятник будет в ведомстве уже посольства, и за ним будут ухаживать люди от посольства? Посольство одной из своих главных задач видит именно уход за воинскими захоронениями мемориалами, которых в Болгарии в общей сложности почти 90 в различных областях. И мы с этой задачей стараемся справляться и ухаживаем за всеми мемориалами, находящимися на территории страны. Только в этом году было отремонтировано 4 памятника, как одиночных могил наших воинов, так и могил, где захоронено несколько человек. В частности, одно из достаточно ярких мероприятий и событий был полный ремонт могилы наших летчиков, разбившихся на самолете в районе населенного пункта Бяло-Слатина. А болгары как-то помогают в этой деятельности? Безусловно. Именно власти Болгарии? И власти Болгарии, и общественные организации, и наши российские соотечественники оказывают всю возможную помощь. И вот общество казаков тоже. Здесь мы пользуемся самой широкой поддержкой. Я не могу сказать, что в Болгарии можно кого-то обвинить в неприязненном, либо в отрицательном отношении к российским мемориалам. Дело в том, что памятники Великой Отечественной войны – это не единственные памятники, которые есть в Болгарии. Более 400 мемориальных мест здесь в стране посвящено событиям русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 года. И уход за этими мемориальными местами в основном лежит, конечно же, забота о них на местных властях. И, честно говоря, много бывая в различных городах, встречаясь и с простыми болгарами, и с представителями болгарских властей, я никогда не видел отрицательного отношения с их стороны к русским памятникам. Да, потому что на фоне, конечно, того, что происходит в мире, и закрываются, и сверняются могилы наших солдат, все-таки вы считаете, что болгарская, русская дружба, ну, как бы живет и просветает? Понимаете, русских и болгар объединяет намного большее, чем только советский период общая русская или советско-болгарская дружба. Много большее. Это и единая история, общее боевое братство, это общая борьба за освобождение от османского ига. Это общий язык, это общая православная вера. Разрушить такие связи, такие корни, такие культурные коды не так просто, как кому-то, может быть, хотелось бы. Благодарю вас очень. Пожалуйста. Все здорово.